В том же своем интервью у московского комсомольца вы сказали, что ваша жизнь – это вечное стремление к порядку. Как вы думаете, насколько вы близки к этому порядку, и как вам в этом помогла ваша профессиональность? Скажем так, я пытаюсь организовать, привести к порядку свой хаос. Бесконечный процент, только его прелесть. Распределил вещи, потом собрал. Вот мой сын не даст собрать, он точно так. Ну, правда, заставить себя что-то собрать, это крайне сложно. Сейчас там младший сидит дома один, представляет, что нас ждет к этому конкурсу. Вот. Это, кстати, почитайте Довлатова. «Вся моя жизнь – стремление к порядку». Видимо, я до мысли у кого не могу. Да, вы там, как говорите, как говорила Довлатова. Да? Кстати, почитайте Довлатова. Удивительно. Вот его читаешь, кажется, выкнули с рапором своего времени, давно не прошло. Давно-давно все, ничего не прошло. Почитайте Довлатова, начните хотя бы с записных книжек. И потом все остальное – и зону, и компромисс, и замечательные заболевания. Да? Нет, я просто хотел бы вот узнать, это касается именно вашей личной жизни, или же как-то профессиональной… Ну, что касается работы, там, извините, у вас эфир, ровно 0-0 часов. Если вы не готовы к эфиру, то, значит, вас поставят в лицо как лестнице и дадут пинг-капа-тар. Ну, если так, в общем, будут абсолютно грозить. Поэтому, порядок, определенный объем для алгоритма действий в подготовке программы, естественно, он должен быть. Мы заранее смотрим у кого из гостей завтра мы можем пригласить на следующий день. На следующий день или это получается. С утра мы смотрим анонси событий, мы видим, кто-то, как и теме, может выступить, надо дозвониться в курс. То есть, определенный объемник, конечно, на работе с порядком необходимо. Но если вы в состоянии хаоса приведете, вы знаете, вот этот дом может позволить себе разбросать игрушки. Вы собираетесь два дня на работе, извините, у нас есть дедлайн, пробный номер 0 часов, вы учите команду мотором. Если вы не готовы, то этот хаос вам уже некогда будет организовывать на вашем месте. То есть, кто-то другого порядка на работе, конечно, не обязательно. А можно я тебе сказать, что такой порядок на работе как-то помогает вам и стоит порядок в жизни? Ну, слушайте, ну это неизбежно. Неизбежно, понимаете, в жизни не то, чтобы, знаете, я с пыль в гвоздях, обливаюсь холодной водой. Нет, дело не вредно. Ну, как-то иногда хочется лишний раз поспать и поваляться, но это, не знаю, трудно ответить на этот вопрос. Ну, как, в жизни не то, как бы у вас себя отоплено, но ведь сам организация и есть. Ну, вот, наверное, так. Спасибо.